Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, это игра Террария. Ее даже представлять, конечно, не нужно. Она и так супер великолепна, на самом деле, но все равно. Играем на элите, на сложной, на эксперте, на... Конечно, вроде бы, если я не ошибаюсь, есть еще более сложная версия. Там, хард мод, что ли, или вообще какое-то невероятное улучшение. Усложнение игры. Сегодня мы также будем продолжать исследовать. Я, как видели, там накопал очень много туннелей, потому что ночью я копаю за дверьми, а днем я исследую. Потому что и... Ребята сказали, что я очень много руды пропустил. Ребят, сейчас мне важнее сундуки найти и как можно дальше пройти, чем вот, так сказать, руду покопать. Руду я смогу раскопать, ну, в любой момент, на самом деле, мне так кажется. Вот здесь, хотя, с другой стороны, это медь. Это у нас что-то у нас. Это медь, да, это медь, так что пойдем дальше. Поэтому, таким вот образом, кинжальчики, кинжальчики очень пригодятся мне, потому что у них атака, блин, невероятная. Честно говоря, я думаю, на этой сложности придется пользоваться предметами такими, которыми, ну, как бы сказать, вот в обычной сложности я бы, наверное, ни разу и не воспользовался. Вот так вот. Так, здесь я был, значит. Поэтому я буду пользоваться, наверное, всем. И я подумал, что отталкивание это крутая тема. При этом, при всем, мне написали в комментариях, что вот этот радар не нужно вложить в слот. Вот, да, я понимаю, но вот плюс два к скорости передвижения, это же не будет работать. Вот в зеленом то, что дописано. Это же вроде не будет работать. Плюс два к скорости. Воу-воу-воу-воу-воу! А че какой? Да, блин, попадай ты. Невероятно. Че какие сложные? Над пустыней как-то попытаться, по крайней мере, побыстрее пройти, потому что... А, я понял. Минус огромный кинжалов. Это то, что они не могут отталкивать врагов. Лук вот даже, как видите, он может отталкивать врагов, а вот... Ах ты, черт, я думал, он меня перепрыгнет, но он... Так, все, побежали дальше. Я прям сейчас, не останавливаясь, попытаюсь добраться до, так сказать, конца. Блин, ну иди отсюда, жопошник. Вали, 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 вали отсюда. А, 24 жизни, я добрался до конца пустыни. Черт. Че-то собрал малое зелье. Так, веревочку, веревочку. Вот так вот давайте заберемся, потому что иначе я не знаю, как здесь забраться, честно говоря. Так, давайте дальше посмотрим. Эх, деньги надо было выложить, я же подумал об этом. Блин, я же по-любому где-нибудь сейчас здесь умру. И смотрите, джунгли сразу тут начинаются. Отличная большая пещера, похоже, в которой я нашел сундучок, ребятки. И здесь руководство по волокнистым веревочкам. То есть, если я собираю вроде бы лианы, то... Нет, значит, вот так вот вроде бы... Да, то у меня получается лианы, я начинаю собирать. Из них что-то можно... А, они используются вроде бы как веревки. Да, круто. Но, как видите, вон там, блин, этот таракан бегает. Нет, я вниз не пойду, честно говоря. Я боюсь. Я сейчас вообще любого зверя боюсь, потому что... Ну, мне навалять как нечего делать. Меня обидит каждый. Может сейчас. Жалко, конечно, телепорта. Нет, его побыстрее бы найти. Веревочки, веревочки. И классный, кстати, классная тема. Очень я заметил, что вообще в Терраре очень много предметов. Но большинство предметов, если вы их не нашли вовремя, то потом они вам, ну, просто-напросто не нужны. И вот, допустим, если я вот сейчас вот нашел вот эту книжку. Да, вот она сейчас решает. То есть, мне очень много веревок нужно. Сейчас это, да, это круто. Но в других вот... Ну, вот... В других вариантах оно как бы не очень нужно. Давайте здесь... Офигеть. Пиранье... Ну, как так? Я же бью пиранью. Она главная... Лучше бы... Жрачки дали. И жизни меня пополнили. Чёрт, не подходи ко мне. Да что ж такое-то? Смотри, что творить-то? Ну, смотрите. А, 40 жизнь! 46 жизней снял за один удар. Да как так-то? Да, блин, смотрите, ещё их сколько. Чё такое? Давай, давай, давай! Отлично! Хорошая тема в плане того, что мы как бы и... Летучие мыши. Это ещё хуже, блин, по-моему, чем всё остальное. Чёрт! По 40, по 40! У меня бутылочки ещё не перезарядились. 23 секунды для перезарядки бутылки. А что это за звук-то? Этот звук, кстати, он... Звук ускорения, на самом-то деле-то. Вот сейчас, если... Со спины подойдёт, а она ко мне подойдёт, и я не успею... Всё, ребят. Мне ещё контузило. Всё. Сейчас меня сожрут. Всё. Тринадцать, что ли, или семьдесят три. Семьдесят три, по-моему, серебра я потерял. Ну, это неизбежно. Это очень тяжело пробиваться, конечно. Но, ладно, вот в одну сторону я нормально вроде бы пробился. На мой взгляд, по крайней мере. Так, давайте просто быстренько поглядим, где здесь я остановился. Где-то вот здесь, поэтому давайте тоже отправимся. Я сейчас сложу всё, что я подобрал. Плюс к этому, ко всему, ещё добавлю сюда вот эти... Добавлю монетки. Потому что монетки мне с собой не нужны. Смотрите, какой здоровенный там слайм бежит ко мне. Что-то мне его немножко страшно. Фиолетовый и здоровый. Отъевшийся такой... Желешный. Так, здесь давайте сразу, кстати, моток лианы можно сделать. Сделаем побольше платформ, потому что, ну, блин, ну, напрягает то, что у меня не хватает платформ. Так, верёвочки вот так, вот так. То есть, теперь мы сможем здесь... Вот так-то вообще-то по-хорошему перепрыгнуть бы, да идти дальше. Давай, прыгай. И всё, и валим дальше. Так. Всё-таки, мне кажется, если я сниму... Ну, вот, да. А, нет, здесь тоже написано плюс два к скорости, так что, думаю, не страшно. Ха, круто, тогда ладно. Раз, думаю, здесь написано, значит, оно добавляет. Хотя, вот, если вы точно знаете точную информацию по этому поводу, то напишите всё-таки мне, потому что это довольно-таки важно. Добавляет ли вот этот параметр, идёт ли он ко мне или не идёт. Так, как я там... Почему я там сундук не собрал? Очень подозрительно. Очень подозрительно, потому что... Странно. Так, давайте здесь и пройдём, потому что... По скалам прыгать мне... Как-то не хочется. Так, и где-то... А-а-а-а! Смотрите, что здесь тут пустыня начинается и... Да, шмак... Чё такое? Вот... Хороших слов нету. Ну ладно, хотя бы, зато меня в пещеру хотя бы спустило. Вот, отлично. Уже алтарь нашли. И сундучок, ещё, ещё один радарчик. Ну, давайте всё просто заберём и... Вот, без всяческих лишних. Отлично, тут я смотрю очень много всякого в плане меди, в плане ещё ресурсов. Это очень хорошо, потому что... Вот здесь вот я уже не могу ставить, кстати. Факела, это уже нижний ярус. Так, отлично. Нашли алтарь. Это очень хорошо, на самом деле. Хотя, мне кажется, что я им воспользуюсь. Ой, ещё как не скоро. То есть, вообще... Так что... Радоваться, наверное... Ну, рановато ещё. Так, золотой слайм. По-моему, он злее намного, чем... Сердце, ребятки! Это же сердце! Это сердце, блин, забирай, забирай его. Всё, вообще отлично. Я 100% не буду делать сейчас, ну, его юзать. Я из него поставлю регенерацию. То есть, сделаю из него баночку, которая будет мне восстанавливать жизни. Потому что, когда я буду, допустим, драться у себя дома, отбиваться ночью от врагов, это более пригодится, чем, допустим, 110 жизней мне. Что 100 жизней у меня будет сейчас? Что... 110 жизней! Это вообще не... Никое... О, я уже следующий ресурс нашел. Черт, а себе свинец, по-моему, это, да? Блин, и по-хорошему, конечно, его бы собрать. Давайте, наверное, так и поступим. Потому что здесь, по-моему... Там какие-то вообще прыгуны, вон. Здесь, по-моему, уже... Я уже всё сделал. Так вот, давайте здесь такими... Такими... Как бы это... Правильно это назвать? Сеть такую создам. Кстати, у меня... И у меня сразу появилась очень интересная мысль по поводу этой сети. Смотрите, можно же, к примеру... Да, я... У меня появилась идея. Я сделаю туннель. Широкий. Наверху эту сеть расположу. По ней, если что, я буду лазить. А внизу у меня будут ходить монстры. Ловушки, всякое такое. То есть перемещаться буду я по этой... По этой сети. Круто? Круто. Ну, конечно, можно просто платформочку поставить, кстати. Ну, что тоже, в принципе, можно сделать. Так, это у нас Вольфрам вообще не свинец. Вольфрам... Ну, ладно. Я могу... Могу ошибаться. Я не профессионал в этой игре. Хотя нормальную сложность я уже прошёл. Ну, просто послушаешь, ребят. Там они... Вдоль и поперёк. Прям даже стыдно, так сказать. И свинец, блин. Хорош пещеры. Хорош пещер. Хотя пещеру, которую... Которую у меня есть... Ну, как бы основная моя пещера. Около дома которой. Я её тоже, честно говоря, ещё не исследовал. Так что вполне она тоже может быть хорошей. Так, давайте вылазить. Что, в принципе, проблематично в какой-то степени должно быть. Это что? Это брюлики, ребятки! Брюлики! Брю... Брюлики! Брюлики, брюлики. Брюлики, это хорошо. Брюлики, это замечательно, господа. Ну, брюлики, это просто... Сам Ленин завещал. Брюлики, забирай в первую очередь, дружочек. Так. Ну, про Ленина я, конечно, соврал. Но всё-таки... Это очень... Давай, давай, давай! Ну, ладно. Таким образом тоже меня сойдёт. Меня закинули наверх, так сказать. Так, ну, здесь уже, само собой, сейчас всё пойдёт. Конечно, я очень много верёвок потрачу. Но, с другой стороны, честно. Честно, эти верёвки, я больше не знаю, куда они уходят. Потому что, в конце концов, я помню, их столько много было, что... Ой-ой-ой. Что просто вообще, как бы, не проблема. Их уже 500 у меня. И говорить, что... Блин, уже ночь настала. Чёрт! Чёрт! Хотя, тогда, наверное, правильнее всего будет полазить по пещерам раз в ночь, да? Потому что пещеры-то как раз-таки у нас... Оп! Могут нас привести в какие-нибудь дали секретные. Конечно, вот в террарии, именно в террарии, мне кажется, вот эти вот пещеры... Ну, и вообще, вот эта тема с пещерами, она развита, конечно, очень серьёзно. В плане поиска руды, шахты и тому подобное. Единственное, жалко, нельзя здесь сделать какой-нибудь... Ну, может быть, есть какие-нибудь моды. Я, честно, я ещё не внедрялся в моды. И, скорее всего, мне кажется, создали уже что-нибудь. Какой-нибудь индустриальный мод, как в Майнкрафте, к примеру, что-нибудь в таком роде. Где можно, к примеру, строить автоматические заводы или что-то в этом роде. Потому что это было бы логично. Потому что здесь этого немножечко не хватает. Конвейеры, переработчики, какие-нибудь автоматические копатели, руды. Просто туннели-проходческие машины какие-нибудь или ещё что-нибудь в этом роде. Можно было вполне создавать. Но сейчас куча, куча врагов будет, которых мне придётся отбиваться. Поэтому я нажму на паузу и скоро вернусь. Ну что ж, продолжаем исследовать. Потому что ночь прошла. Я опять копал, отбивался от зомби. Блин, ну зомби, конечно, здесь тонны. Ну не то, что здесь, конечно. В самой игре просто много их. Ну такое чувство, что их просто невероятные вокруг меня. Ну, наверное, в какой-то степени даже так и происходит. Тупое создание, вот на самом деле. Муравьиный лев вот этот вот. Чуть ниже его спускаешься и всё. Он безобидный становится. Зима! Ура! Пермафрост. То есть у нас рядышком здесь находится. Это довольно-таки тоже хорошо. Потому что не хотелось, чтобы далеко... Ну... Да что такое-то сейчас ещё? Скажите, меня убьёт какой-нибудь самый обычный... Так. А тут вот интересно... Не должно ли таять всё от факела? Ну, конечно же, нет. Всё-таки это было бы слишком инбово. Но с другой стороны, они бы могли сделать какое-нибудь великое событие, когда зима становится летом. То есть всё тает, к примеру. А лето могло бы становиться когда-нибудь зимой после убийства. Или прихода, к примеру, снежной королевы. Или какого-нибудь короля снегов. Или что-нибудь в этом роде. Ну, придумать же можно что угодно, на самом деле. Кстати, я ещё вспомнил, что есть же зелье возврата. То есть мы можем возвратиться, если что. Кстати, я смотрю, здесь такая не слабенькая пещерка есть у нас. Но вот здесь вот так как у меня осветительных приборов нету. То есть палочек, которые светятся под водой. Почему-то, кстати. Они, наверное, глубже находятся. Давай, умри. Я помню, что здесь где-то можно под морем, ну, в каком-нибудь большом водоёме, в сундуке найти, по-моему, трезупицу ледяное. Или это не здесь, или я ошибаюсь. Вполне могу ошибаться, блин. Чёрт, а. Какая-то здоровенная, здоровенная пещера. Вот по-любому в этом вот море здесь есть освещение. Я могу чинить, выпить, чтобы светиться ночью. Нет. Блин. А, вот так вот я могу взрывами. Но тут я смотрю, сундучка нет. Это самое главное. Так, я боюсь, что я сейчас начну тонуть. Потому что... Потому что воздух кончается, кислород. Чёрт. Есть. Есть. Выжили. Да умри, 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 умри. Так. Здесь давайте построим небольшой мостик. Что, в принципе, очевидно и нормально. Так. Ну, сдохни, господи. Меч, конечно, вообще отвратительный. Ну, что он из кактуса сделал. Можно сказать, просто мну их, а не убиваю врагов своих. Ну, вот очевидно, что здесь вот вполне может находиться какой-нибудь что-нибудь, что-нибудь. Ну, вот я не вижу. Это печально, конечно. Здоровое. Здоровое море. Прям как, знаете, на болото похоже. Оно же так же затоплено примерно. Синий слайм. Ну-ка. Сюрикены. Сюрикены, это хорошо. Они тоже хорошо атакуют. Они даже, я бы сказал, поприличней. Вроде бы, если не ошибаюсь. А нет. У них очень быстрая скорость. Без отталкивания. Очень слабое отбрасывание. Хм. Даже я не знаю тогда, кто лучше сюрикены. Всё-таки. Блин, по-моему, меня окружают, честно говоря. Нет. Всё-таки в данном случае Чёрт. Кажется, что лучше всё-таки меч, меч, меч. Ай. Он хотя бы отталкивает. Вот отталкивание, на самом деле, я думаю... Да что ж такое-то? Вот смотрите. За маленьким бугром я не могу атаковать цели. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Свечащийся палочка. Вот её-то я как раз-таки искал. Нифига там затоплено, как всё сурово. Ну, мне не хватит просто кислорода даже на открытие хотя бы полпещеры. Офигеть. Тут просто всё затоплено. Какой-то не... Не ледяной какой-то биом, а... Какой-то... Водный биом прям. Может быть. Может быть, что-нибудь изменилось. И они создали водный биом. С ихтиандрами, блин. Ой, Кримзона. Значит, я ошибся всё-таки. Здесь та же самая Кримзона. То есть... Всё точно-точно так же. Ну, ладно. Это, в принципе, неплохо. Это даже отлично, потому что... Ну, привычно, так сказать, будет. Я даже не буду пересоздавать мир. Конечно же. Я вообще не вижу разницы, что там, что там играть. Одно и то же, в принципе. Здесь даже посложнее. Мозг к туху, он... Он, зараза, всё-таки... Более, так сказать... Ух-ух-ух-ух-ух. Ух-ух-ух. Я забыл, насколько они противные. Чёрт! Чёрт! 75 серебра. 75 серебра. Почти один золотой, а? Чёрт, побери. Ну, ладно, ладно. Ничего страшного нет. На самом деле, мне пора уже делать более какие-нибудь продвинутые вещи в плане того, что... Во-первых, нужно ресурсы найти. Во-вторых, сделать кровать себе. В-третьих, сделать уже парочку хотя бы. Вон, слаймы убьём, потому что в нём ресурсы. Да что ж такое-то? Так, отлично. Свиньцовая руда. То есть, надо будет и сделать себе кровать, чтобы... Давай, уйди. Могила. Всё тут покрыто могилами. Так. Так, так. Выкидываем. Это мы продадим. Оставим. Так, я тут уже несколько сундуков заполняю. На самом деле, вот эту бутылочку я возьму. И давайте всё тут свалим. Прям-таки освободим место. Единственное, что... Дерево мне нужно. Дерево. Но дерево нужно для того, чтобы продолжить делать, собственно говоря, деревянные предметы. Плюс ещё нужно сделать комнату. Мне подсказали, как... Почему у меня не ставились жители в нужные мне комнаты, так сказать. Потому что не нравятся им земляные стены. То есть, в землянках они жить не хотят. Но такие привередливые. Сейчас я им поставлю... Построю из камня комнаты. Молот нужен только. Вот мне, знаете, вот не хватает мне молота. И... А, блин, топор вообще невероятно медленный, конечно. Сдохнет. И... Надо как можно больше... Ну, большие деревья вырезать. Так будет, мне кажется, намного правильнее, чем вырезать маленькие деревца. Они только начинают расти. Они только начинают жить. А я их сразу убиваю. Это печально. Круто было бы, если бы я нашёл как можно быстрее зеркало, чтобы возвращаться домой. Потому что всё-таки это инбовая вещь в плане экономии времени. Тупо. Вот тупо экономия времени это очень влияет. Потому что иначе очень много времени тратится беготни туда-сюда. Так, давайте посмотрим, что я могу ещё сделать. Во-первых, я могу сделать, конечно же, молот. Но для этого мне сначала надо бы сделать всё-таки печку. Где печка-то? Вот я видел. Печка. Снарядимся сейчас мы кое-какими инструментами, потому что ну более продвинутыми. Так, здесь давайте вот это возьмём и медь возьмём. Ещё вот это возьмём. Так, медная монета. Давайте сложим обратно сюда всё. Так, вот ещё медная руда. Её-то я и искал. Мне попросили, ну не то, что попросили, а предложили, может быть, поиграть магом. Честно говоря, я не представляю, как здесь играть магом. Это, наверное, мега сложно, потому что как бы это сказать, как бы это правильно выразиться-то. Магия, она мощная, но сам маг слабый. Он умирает очень быстро. И как вот воевать магом, выживать как магом, я не представляю, честно говоря. давайте сделаем некоторые всяческие слитки, потому что пора уже модернизироваться. Я бы хотел всё-таки немножечко вот ещё вольфрама. Свинец, вольфрам, оп-оп, слитки всё соединили. Сейчас я себе сделаю сразу более, ну, продвинутые свинцовые кирка. 35 мощность кирки, 40 три. Фу-фу-фу-фу-фу. Ребятки, конечно же, конечно же. Так, значит, давайте свинцовый молот тогда сделаем и всё. В принципе, больше я ничего не могу сделать, хотя я могу здесь сделать из меди себе шлем, который будет одну защиту давать. Вы смеётесь, что ли? Одну защиту и тоже одну... То есть, кактусовая броня? Ну, кактус, знаете, что такое? Наверное, у многих растёт в квартире и медь. То есть, они поставили на один уровень медь и кактус. Ну, вот это, мне кажется, неправильно. хотя бы две брони бы дали. Это же глупо, что у кактусовой брони столько же брони, сколько у защиты, столько же, сколько и у медной. Как-то, честно говоря, я расстроен, могли бы что-нибудь получше придумать. Ну, ладно, не мне судить. Так, давайте сложим медный предмет и теперь, теперь благодаря молоту я смогу разбивать, вот, собственно говоря, вот, вот эти вот задние стенки, что, собственно говоря, я и хотел проделать. то есть, тупо я сейчас вырежу здесь все задние стенки, сделаю свои задние стенки, так сказать, то есть, из камня, к примеру, ну, или какие-нибудь там, посмотрим, может быть, кирпичные, может быть, еще что-нибудь, потому что, не забывайте, что сейчас то, что я сделаю, это будет уже и заложено в основу, поэтому, как бы, цветовую гамму нужно все-таки подобрать. Поэтому, хотя, с другой стороны, я здесь еще тысячу раз хотел бы все переделать, наверное, вот как-то так, поэтому, может быть, не торопиться, ну, хотя, можно же одну комнату просто тупо сделать и все хотя бы для начала. Да? Посмотрим. Рассуждения такие, которые, ну, размышлять можно бесконечно, так что, ставьте лайк, если вам понравилось и если вы хотите видеть следующую серию, всем всего хорошего, пока!